МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сады и огороды Приморья. А выпуск мы посвятим самым новогодним темам – елкам и мандаринам, а точнее хвойным и цитрусовым. Начнем с елок. Чем они для нас отличаются? Высотой, ценой и размахом еловых лап. А на самом деле елки бывают разные. Сегодня мы отправляемся в гости к Регине Ким. Как ландшафтный дизайнер, она убеждена, что в настоящем саду обязательно должны расти хвойные растения. Хвойные растения – это, конечно, не только ели, к которым все привыкли, это еще очень много родов и видов. Например, вот здесь, в этом уголке, у нас сосны растут. Вот это сосна ватерерии. У нее немножко голубая хвоя. Есть сосна горная гном. У нее шарообразный габитус. Есть вот такой вот можжевельник распростертый полностью. Это можжевельник даурский. Это наш эндемик. И вот этот можжевельник, вы видите, он очень сильно изменил цвет хвои на зиму. И как раз стал бурым, что очень хорошо оттеняет голубоватый цвет сосны ватерерии. Чем отличаются сорта между собой? Они отличаются, прежде всего, цветом. Та же голубая ель, она может быть более синяя, как эта. Есть сорта с более яркой, светлой окраской. Например, сорт Эдит. Есть сорта с другой формой хвоинок, более мягкие. Есть более разреженные. Всем известен сорт Хупси. У нее хвоя более мягкая, чем вот у этой елки. Здесь она колючая. У Хупси она более мягкая и нежная. И цвет более яркий, голубой. Сосны, они как и ели. Есть те, которые растут в высоту. А бывают карликовые. Бывают карлики в форме шарика. Например, вот эта сосна горная. Называется Мопс. И название у нее такое смешное. Еще бывает, там мы попозже посмотрим, сосногорное гном. Это все сосны, которые карликовые, невысокого размера вырастают для наших частных садов. Небольших. Это как раз самые хорошие размеры хвойных, чтобы не пришлось потом бороться с переросшими растениями. Это у нас сосна. На штамбе сосна веймутова. Сорт называется Tiny Curls. Мне она нравится тем, что у нее вот такая абсолютно кудрявая хвоя. Это пятихвойная сосна. Из каждой мутовки растут пять хвоинок. И вот такие они кудрявые. Поэтому общий вид такой пушистый, кудрявый. Хвоя очень мягкая. Сосна привита на штамп. Штамп высотой 80 сантиметров. В перспективе штамп будет утолщаться. Крона будет расширяться. И в общем итоге это получится такой пушистый, как и сейчас, шарик на палочке с кудрявой хвоей. Хвойные на штампе – это особая декоративная форма растений. Когда берется отдельно штамп, то есть вот эта палочка, и сверху прививается хвойное растение. Это именно декоративная форма, сделанная искусственно человеком специально. Вы смотрите программу «Сады и огороды Приморья». Напомню, в декабре вышел очередной номер нашего журнала. И, как всегда, в нем очень много полезной информации для тех, кто уже начал готовиться к дачному сезону 2019. А мы возвращаемся к нашим елкам. Сегодня мы расскажем вам, как выбрать и вырастить самую красивую елочку, которая будет украшать ваш сад и зимой, и летом. Здесь мы посадили две ели, потому что это вход в террасу. Они здесь две сидят для симметрии. И на Новый год их очень хорошо видно из гостиной. Мы их наряжаем. Здесь у нас есть подводка электричества. Мы на них вешаем световые гирлянды, и они выполняют у нас роль новогодних елей. А дома мы, конечно, ставим ель обязательно, но всегда искусственную, потому что я ярый противник срубленных елей. На самом деле, голубые ели – это всего лишь определенные сорта ели колючей. Ель колючая, она может быть и зеленого цвета, и голубой – это всего лишь признак сорта. Вот это, например, ель колючая Ольденбург. Она такого ярко выраженного голубого цвета. Я бы даже сказала, немножко с синим оттенком. Этот голубой цвет хвои, он в нашем климате очень стабилен и хорош тем, что ели с голубым цветом хвои лучше защищены от солнца. Голубой цвет – это налет воск на хвоинках, который как раз защищает ели от солнца. Для того, чтобы достичь такой плотности кроны, какой это ели, ее нужно постоянно стричь ежегодно. Вот это все почки, из которых пойдут молодые приросты весной, и которые нужно будет потом прищипнуть. Молодой побег, который вытянется отсюда, из почечки, он будет немножко сначала обвислый, молодой. Вот как только она такая, все молодые приросты повисшие, потом как только они начинают выпрямляться, это значит, что молодой побег дозревает. На этом моменте мы его прищипываем, на нем еще успевают образоваться новые, столько же почек, и после этого она уже побег затвердевает и древесневает. Вот это все побеги этого года, вот мы видим, это они уже обрезаны. Если бы я не прищипывала, он бы был вот такой длины. Если бы я опоздала с вот такой прищипкой, то почки новые бы не образовались. Если ель не постригать, то она будет иметь более разреженный вид. В принципе, эти ели можно увидеть в лесу, как они выглядят, естественно, среди обитания. Они, конечно, более разрежены. Вот это все, это результат человеческого труда один раз в год весной прищипывать, обрезать молодые побеги. И после этого тогда будет происходить загущение, и тогда будет так много новых молодых побегов, и она будет вот такой пушистой. Еще один представитель ели колючей, и тоже растение на штамбе, как мы говорили о той сосне, это ель колючая глаукоглобоза. Это сорт ели голубого цвета, который генетически имеет вот такую форму подушки. То есть ель колючая глаукоглобоза, глобоза от слова глобус, шарда, она сразу имеет вот такую подушковидную форму, и мы прищипыванием добиваемся только ее загущение. То есть нет никакого опекального побега, растение не будет расти в высоту, оно будет только расширять свой шар. Если честно, уже очень сложно прищипывать, слишком много побегов. Я уже этим не занимаюсь, потому что вы представляете, каждый побег, их здесь ну просто сотни. И, конечно, уже я ее оставила в покое. Эта ель уже взрослое растение, и я его уже не прищипываю, потому что здесь уже очень много, она и так пушистая, здесь очень много почек, из которых образуются побеги, и она уже не требует формировки. Соответственно, это уже природная форма, генетически заложенная. Она в дальнейшем, даже без формировки, она будет пушистая, потому что посмотрите, да, сколько здесь почек, очень много. Ее формировать нужно было только на начальном этапе. Хвойные растения в саду очень нужны, потому что это прежде всего структурные растения. Когда зимой у нас многолетники уходят, листва опадают, у нас остаются для красоты только хвойные растения. И они красивы и под снегом, и без снега. Они всегда дают саду цвет, всегда есть какой-то, обязательно цветовой акцент, потому что хвойных бывает хвоя разного цвета. Но без них, мне кажется, любой сад будет скучным. Вы смотрите программу «Сады и огороды Приморья». А я предлагаю вам еще раз полистать журнал. В этом номере редактор Надежда Бражина объявила новый конкурс, который журнал проводит вместе с ботаническим садом для любителей цитрусовых. Выращивайте лимоны и мандарины, а может быть в вашей коллекции есть экзотический экземпляр «Рука Будды», тогда внимательно читайте условия конкурса. А наш следующий сюжет как раз о цитрусовых. Об этих ярких тропических фруктах, которые холодно зимой радуют нас не только витаминами. Они добавляют нам красок и поднимают настроение. Отправляемся в ботанический сад, где в оранжерее нас ждет Екатерина Зорина, куратор цитрусовой коллекции нашего ботанического сада. Мы в свою коллекцию стараемся подбирать растения с необычными плодами, с необычными листьями. Например, такое растение, как австралийский пальчиковый лайм. У него своеобразные плоды, пока еще не приобрелись желтый цвет. У него необычная мякоть внутри, она как икринки у рыбы. Это растение растет в диком виде в Австралии. У них необычная форма, но они имеют такой же вкус, кислый. Его также можно добавлять в чай. Можно использовать как специи также. Вот это вот лимон павловский. Он появился в первой у нас коллекции. Это классический лимон, но растение вырастает до 2-3 метров при хороших условиях и при наличии зимнего сада. Лимон мэра. Можно выращивать на подоконнике. Компактная, хорошая растенница. Обладает хорошими вкусовыми качествами. Ну вот он немножечко помельче будет там. Он немножечко помельче, но вкусовые качества очень хорошие. Павловский апельсин, либо павловский померанец. Еще называют его мандарином. На самом деле это сложное гибридное происхождение. Ну, можно его использовать как мандарин, но несколько горьковатая кожура и мякоть. Ну, то есть кожуру не есть, а все остальное, как в обычном мандарине. Ну, все на любителя. Это каламандины. Каламандины поедаются шкурками. Очень вкусные, сладкие и считаются очень полезными. Ну, у него такие вот маленькие должны быть, да? Да, ну, могут быть чуть-чуть побольше. А, например, вот мертолистные, плоды мертолистного померанца, ну, считается, что в пищу использовать нельзя. В основном декоративный эффект, да. Либо использование в промышленных условиях там на напитки, на мармелады. Ну, может быть, и наши кулинарные хозяйки с изысками что-то придумают, да. Применение. Ну, прям как-то уже это так зримо, весомо. И прям радует, что это выросло. Ну, это может вырасти у каждого на подоконнике. Было бы только желание. Вырастить, конечно, можно все, что угодно. Будет зависеть от ваших условий, где вы планируете их выращивать. Хотите вы себе маленькое компактное деревце, как бонсай, либо это будет большой куст, там, до 2-3 метров. Ну, вполне возможно вырастить лимон павловский большим деревом и получать там до 20-30 плодов, до 50 плодов у себя в домашних условиях. Как бы у нас в Владивостоке были такие, скажем, варианты в офисах. Сотрудники снимали до 50 плодов. Но если место не позволяет, можно выращивать компактные деревца. Это могут быть на подоконнике каламандины, кинканы, цитофортунеллы. Ну, вариантов очень много. Ну, может быть, самый такой вариант, как скажем, и компактный, и вкусный, это вот лимон мейера. Кустики небольшие, лимоны вкусные, с кислинкой и кожурой без горчинки. Часто посетители ботанического сада задают вопросы. Почему я вот высадил, посадил деревце, оно красиво, но я вот жду там год, два, три, четыре, пять, десять, а плодов нету. Ну, если вы посадили его просто из косточки, и если обычный лимон или мандарин, то, возможно, вам придется ждать 15-25 лет. А потом, как говорится, заявить о собственном сорте, потому что это будет совершенно, ну, необычный, скажем, плод, какой-то гибрид. Ну, то есть мы даже не можем прочитать, что это будет. А обычно любители, кто занимается цитрусовыми, они прививают, то есть выращивают подвои и берут привои с хороших культурных растений, уже плодоносящих. Но можно многие виды сорта черенковать, то есть можно обходиться без подвоя. Берут неодревесневшие побеги, ну, черенки, наверное, размером там 10-15 сантиметров и укореняют в грунте. В грунт могут быть опилки, может быть перлит, может быть обычная почва стерилизованная, стерильная. Ну, в общем-то, и обязательно нужны влажные условия. А так, в общем-то, если растение хорошо укореняется, цитрусовое, ну, особых умений не нужно, укоренять легко. Цитрусовые чем хороши? То, что они декоративны в течение всего года. То есть на них одновременно цветы, зеленые плоды, созревшие плоды. И в этот момент очень тяжело всегда подобрать время, когда это растение пересаживать. И мы хотим, как говорится, посадить и получить много плодов, стараемся создавать большой объем почвы, и растение у нас вдруг перестает свисти и плодоносить. Что случилось? На самом деле цитрусовые любят компактную корневую систему. И до тех пор, пока не заполняется ваше кашпо корнями, растение может не зацвести. Большие объемы совершенно ни к чему. Если вы планируете выращивать цитрусовое на подоконнике, конечно, вы должны приобрести определенные виды, сорта. Это могут быть кинканок, каламандины. Их очень много видов, их очень много сортов, то, что мы приобретаем в магазинах. И то, что, скажем, вот вы посадили свой горшочек, ну, это будет вас радовать, это будет вам очищать воздух. На самом деле цитрусовые обладают фотоциндовыми свойствами. Поэтому, ну, уже выбирайте, либо листья, либо плоды. Либо изучайте технологии прививки. В эти чудесные дни мы с вами традиционно желаем друг другу счастья, успехов и здоровья. А для садоводов и дачников к этим пожеланиям добавлю. Пусть в новом году у вас будет много сил и терпения, много солнца и тепла. Осадков в меру. Ровно столько, сколько требуется, чтобы вырастить большой урожай нового года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова